История, о которой пойдет речь в этом видео, могла бы стать достойным триллером, но только в отличие от тех фильмов, что мы видим на экранах, она была реальностью. 17 декабря 1970 года в доме доктора Вальтера Тренклера раздался стук в дверь. Открыв ее, Вальтер увидел на пороге дома двух мужчин, одетых в темные одежды. Старший из них сказал Вальтеру, что они родственники девушки, работающей в его доме, 15-летней Сабины Александер. Сабина выполняла в доме Вальтера мелкую работу по дому, уборку, готовку, стирку и тому подобное. В глазах доктора Вальтера она была ответственной исполнительной девушкой, возможно, чересчур скованной, что скорее для Вальтера, не любящего лишнюю болтовню, даже было ее плюсом. Двое мужчин, стоявшие на пороге Вальтера в это утро, просили о встрече с Сабиной. Вальтер, будучи человеком тактичным, не мог отказать им в этом. Он пригласил мужчин зайти в дом, а сам отправился на кухню, чтобы позвать девочку. Сабина в этот момент резала овощи для завтрака. Услышав, что ее ожидают двое мужчин у входа, она, не произнеся ни слова, положила нож и проследовала за Вальтером к входной двери. Мужчины, пришедшие в дом доктора Вальтера, казались ему немного странными, поэтому даже несмотря на то, что они представились родными Сабины, он не стал оставлять их наедине с ней. Он отошел на 5-6 метров от них и начал заниматься своими делами в той же комнате, где находились Сабина и двое прибывших мужчин. Подслушивать их разговор не было нужды, потому что мужчины и так говорили достаточно громко, чтобы Вальтер слышал их разговор, даже находясь в 5 метрах от них. Прошла буквально минута с того момента, как старший из незнакомцев начал свой рассказ, и доктор Вальтер оцепенел от ужаса. В его голове крутилась мысль, как после услышанного он может помочь девочке. Он робко кинул взгляд в ее сторону. Однако увидев реакцию Сабины на те слова, что повергли его в шок, он был в полнейшем недоумении. Нам же нужно вернуться на несколько десятилетий назад, к началу этой истории. В конце 1930-х годов молодой на тот момент человек Харальд Александер познакомился с Джорджем Реле. Их встреча произошла в Германии, в Гамбурге. Реле на тот момент был лидером общества Лорбера. Некой религиозной группы, сформированной Джейкобом Лорбером в начале 1800-х годов. Членов этой общины можно было назвать сурово духовными. Они считали, что все, кто не входит в их группу, по сути, злы. Харальд и его жена Драгма стали членами этой общины. Причем Харальду удалось сблизиться с ее лидером, Джорджем Реле. Эта община не очень известна. Количество ее членов никогда не превышало более тысячи человек. Реле, по большому счету, был довольно стар и страдал от многих болезней. Харальд ухаживал за ним в последние дни его жизни. И после его смерти объявил, что Реле назначил его новым лидером общества Лорбера. Так ли это было на самом деле, или Харальд просто соврал об этом, неизвестно. Но так или иначе, после смерти Джорджа Реле, Харальд стал новым лидером общества Лорбера в Гамбурге. Отличительной чертой общества Лорбера является то, что ее члены считают, что лидер может напрямую общаться с Христом. Понимая это, через пару лет Харальд объявил, что Иисус сказал ему, что скоро на землю придет Мессия, некий Божий посланник. И в каком бы виде это ни произошло, все будут вынуждены признать его. Когда это произойдет, Харальд узнает у Христа и передаст слова Иисуса остальным членам общины. Этого явления пришлось ждать порядка 10 лет, до 1954 года. В этом году у Харальда и Драгмы родился мальчик, Фрэнк. И именно его, Харальд, объявил Божьим посланником на земле. Конечно, это наложило огромный отпечаток на юность Фрэнка. Никто не мог перечить ему, все его прихоти мгновенно выполнялись. Однако самое странное начало происходить, когда мальчик достиг 14 лет. В этом возрасте он стал интересоваться девушками. Однако тут возникла дилемма. Как говорилось выше, все, кто не входил в общину Лорбера, считались злом. Но в то же время никто не мог отказать посланнику Христа. Поэтому удовлетворять сексуальные желания Фрэнка были вынуждены его мать Драгма и трое сестер. Марина, Петра и Сабина. Вскоре одна из сестер Фрэнка, Петра, начала делиться с подругами рассказами о том, что она ревнует своего брата Фрэнка к сестрам и матери. А также о сексуальных отношениях в их семье. Информация об этом сначала разошлась среди одноклассников девушек, а потом и среди их родителей. Как это часто бывает в этих случаях, семья Александер искренне не понимала, почему их поведение судили окружающие. Однако в конце концов они были вынуждены покинуть Германию, потому что их образ жизни, особенно инцест, был широко осуждаем окружающим обществом. В эти даты Драгма Александер получила наследство, и семья Александер купила дом в Испании, на острове Тенерифе. Они сменили свое окружение, однако их религиозные взгляды остались непоколебимо прежними. Фрэнк по-прежнему считался посланником Божьим, и каждое его слово было словом Христа для семьи Александер. Теперь, зная всю предысторию, мы возвращаемся к 17 декабря 1970 года. Как говорилось выше, в этот день в дом доктора Вальтера Тренклера пришли двое мужчин. Это были Фрэнк и Харальд Александер. Они попросили доктора переговорить с работавшей в его доме с Сабиной. Когда девушка подошла к ним, ее отец, Харальд, не пытаясь скрыть это от находящегося в комнате доктора Вальтера, сказал ей, «Дочь, мы убили твою мать и сестер, теперь твоя очередь». Именно эта фраза повергла в шок доктора Вальтера. Однако еще больше его шокировала реакция девушки на эти слова. Она взяла ладонь отца, приложила ее к своей щеке и сказала, «Хорошо, папа, я уверена, что вы делаете все правильно». Мысли о спасении Сабины покинули Вальтера. Он тут же забежал в кабинет и закрылся там изнутри. Через секунды он уже набирал номер телефона местной полиции. Как бы это странно не звучало, но люди, открыто заявившие о тройном убийстве, не пытались убежать из дома доктора Вальтера. Казалось, что они искренне не понимали, почему они должны быть арестованы. И теперь уже к их удивлению, прибывшая полиция надела наручники на Фрэнка и Харальда. Теперь оставалось понять, что произошло в доме Александер прошлой ночью и почему Сабина так смиренно приняла эту ужасную новость. Вечером, 16 декабря, Драгма Александер, как обычно, легла в кровать около 9 часов вечера. В какой-то момент она проснулась и увидела рядом с собой сына, Фрэнка. Он тихо произнес, «Время пришло». Он взял вешалку и ударил мать по голове. На шум пришел муж Драгмы, Харальд. В этот момент Драгма покорно легла на кровать лицом вниз, никак не сопротивляясь избиениям. Как позже выяснилось, семья Александер верила в то, что женщина не может быть чиста. Рано или поздно ею овладеет дьявол, и когда это произойдет, знает только божий посланник Фрэнк. Единственный шанс спасти женскую душу – это убить женщину до того, как ею овладеет дьявол. Все женщины в доме Александер разделяли эти взгляды. Именно этим можно объяснить покорность Драгмы в момент убийства. Пока Фрэнк бил мать по голове вешалкой, Харальд играл церковные мотивы на рояле. На звуки рояля пришли дочери Харальда – Марина и Петра. Они также все поняли в ту же минуту. Покорно сев на пол, девочки ждали своего часа. Фрэнк подошел к ним сзади и также начал бить их по голове вешалкой, прямо на глазах у их отца. Вероятно, парню не хватило сил, поэтому ему пришлось пойти в кладовку за молотком. Все это время его полумертвые сестры, уже избитые вешалкой, покорно ждали его возвращения. После того, как этот жестокий ритуал был завершен, они вырезали сердце Драгмы и сделали из него что-то типа подношения. Непонятно, как это вписывалось в их христианские убеждения, но тем не менее, это было так. Так, наступило уже утро следующего дня. Фрэнк и Харальд приняли душ и отправились в дом доктора Вальтера, чтобы завершить свой ритуал, убив Сабину. Однако вместо этого они были арестованы. Они не скрывали того, что совершили, и на допросе даже складывалось впечатление, что они были горды своим поступком. Суд по этому делу длился два года, но как бы это странно ни звучало, именно хвастовство своим преступлением и было ключом к их освобождению. По испанскому законодательству тех лет, Фрэнку и Харальду грозила смертная казнь. Однако их поведение не оставило других шансов суду, кроме как признать их невменяемыми. И вместо смерти они были отправлены в Мадридский центр психической помощи. Единственная выжившая девушка из семьи Александр, Сабина, умоляла отправить ее к брату и отцу. Однако, конечно, это было невозможно. Считается, что после этого она ушла в один из мадридских монастырей. О том, как сложилась ее жизнь, ничего не известно. История могла бы быть закончена на этом, однако в ней произошел весьма неожиданный поворот. В 1990 году, когда Фрэнку было 36 лет, а Харальду 61 год, им удалось сбежать из клиники. Интерпол выдал международный ордер на их арест, но безуспешно. Они оба исчезли и по сей день не были схвачены. Есть множество версий о их судьбе. Кто-то считает, что они были спрятаны членом общества Лорбера, того самого, которым когда-то руководил Харальд. Некоторые считают, что они нашли Сабину и завершили свой ритуал, убив ее, а потом и себя. Однако никто все-таки не знает, что случилось с ними после побега, и какие еще ужасные вещи, оправдывая волей божьей, они могли совершить. Субтитры создавал DimaTorzok